У меня спрашивают Каково значение фразы командир у нас хреновый, несмотря на то, что новый Это не у меня спрашивать, а у военных Ему эта фраза нравится Хорошо Попросили спеть песенку для двоих Спасибо, что попросили Я с удовольствием спою Из берегов выходит речка Искать другие берега Пойдем со мной, не богу свечка Ведь я не черт у кочерга По островам и по переправам Где напрямую, где кругом Пойдем со мной, я буду правым Ты будешь левым сапогом Пойдем при свете и во мраке При всех порядках и властях Услышим, узнаем, где зимуют раки Услышим, как они свистят Увидим все, что проглядели Поймем, куда себя девать Забудем всех, кого хотели И не хотели забывать Когда шарашат БТР По разоренным городам Те, кто спокойно принял меры Они давно уже не там Они давно ушли куда-то Оставив прежние дома А по пятам идут солдаты В боях сошедшие с ума Никто не знает панацеи От наступления смертных дней Но бить по движущейся цели Чуть-чуть, а все-таки трудней А наше дело основное Тарить подольше путь земной И видит Бог идти со мною Совсем не то, что спать одной Ты никого других не слушай Пойдем, как и Ева, и Адам Пойдем по морю, как по суше По чей-липахам, по китам Туда, где счастье ловят тралом И ветер пьют, как самогон Пойдем со мной, я буду прав Ты будешь левым сапогом Пойдем по морю, как и Ева, и Адам Пойдем по морю, как и Ева, и Адам Словно лодка на легкой волне По колейных товарах коллекция Вместе с ней предлагается мне Выбираю две банки с маслинами И охапку лавровой листвы Балагурит бобыль со смазливыми Вот и весь его праздник, увы Лейся, с гуся вода Грейся, мир в холода Да минует беда навсегда, навсегда Побазарим с тобой, пока лечится Молчаливая жизнь тяжела Так бывает душа, пока лечится Пока лечится, вроде жила А когда она выйдет из кризиса И устроится лучше всего Можно к телу вплотную приблизиться И цветок положить на него Лейся, с гуся вода Грейся, мир в холода Да минует беда навсегда, навсегда Где-то в сумерках бабы коварные Стерегут мужиков сволочей Отношения мелкотоварные Выясняются дым мелочей А вокруг, словно пыль из-под мельницы Прут навалом во все уголки Карабейники, карабейницы Перекупщики и челноки Я украшусь листвой лавровою Словно цезарь при входе в сенат Я бразильского кофе попробую И маслины кидаю в салат Я куплю у тебя все, что хочется Что не хочется, тоже куплю Но к портам моего одиночества Не приплыть твоему кораблю Отгулял я свой праздник И нет его За окошком, где соль и крупа Ты со мною теперь неприветлива В обручальном кольце до пупа И напрасных покупок не делая Вдоль базара пройдясь налегке Присмотрел себе старую деву я Вон напротив сидит в молоке Эх, вейся, сгустя вода Врейся, мир в холода Доминует беда Навсегда, навсегда без следа Я не хотел петь одну песню новую, но я все-таки ее спою Она очень новая и такая необкатанная Ну, в общем, давайте вместе сейчас мы ее послушаем Потому что я ее тоже не слышал Называется Валаам или Одиссея россиянина вглубь себя Такая мифологическая баллада Дождись меня, едва живая мама Дни через десять я к тебе вернусь Я не страшусь присутствия ислама Но должен видеть истинную Русь Кто отдохнуть хотел бы от бедлама За рубежами ловит миражи А у меня российская программа Я приобрел круиз до Валаама До Валаама плыть мы будем прямо И по кривой домой через кежи Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Со мной жена, прекрасная Елена С ней можно смело плыть куда хочу Ей в Катебеле море по колено И Валаама ей тоже по плечу Прошли канал, какая панорама Проходим свирь, становится свежей Но мы назад подвижемся упрямо Чтоб поскорей дойти до Валаама Там за тебя поставить свечку, мама И возвратиться в сторону кежей Нежданный сбой, негадная драма Летит под суда с верхних стеллажей У нас приказ валить от Валаама И не соваться в сторону кежей Нас до утра паланы ей носило А за бортом кипел кромешный ад Есть в русском мате ядерная сила При чем здесь мать? Жена меня спросила Я объяснил, но вышло некрасиво Пришлось сказать I'm sorry, виноват Пойду поддам, не подавая вида Что есть на свете русская беда Мне русский север ближе, чем Флорида Пусть даже он доступен не всегда И наплевать, что думают в Европе И что оттуда дуют нам в окно Да, мы живем не в сахарном сиропе Зато не тонем даже при потопе А чтоб проезд закрыт на перекупе Мы крымский мост построим все равно Нам не в новинку форс-мажорный ветер В природе тоже кризис и балдеж Мне мост Турфлот на ветер не ответит Он гол как ветер, хрен с него возьмешь И наплевать, что Киев за граница И там теперь дурные времена Олегу князю можно поклониться В надежном месте прах его хранится Я покажу вам, где его крапница При чем здесь Киев? В Ладове она Привет, Москва! Держись, родная мама У нас немало терпеливых мам Надежных жен их тоже есть немало Вот и моя, крепка как валаам Обрывки туч по небу ветер носит К кривичальной стенке ластится вода Командный голос в рупоре гундосит Кремит оркестр и хор многоголосит Страна не кинет и жена не бросит Они меня и я их никогда Тут тоже одна старенькая песня Какая-то такая, все время возобновляется Солнца нету, снег и дождик Нету сна, сплошная явь Нарисуй меня, художник Только рожу мне исправь Помоги ты мне подумать Что меня прекрасней нет Чтобы в зеркало не плюнуть Полюбуйся на портрет Полюбуйся на портрет Сделай так, чтоб был красавец Ноги прямо, грудь вперед Чтоб стоял, плечом касаясь Белокаменных ворот Нарисуй мне взгляд лучистый И размах придай плечу Мы ж с тобою реалисты Я тебе денег заплачу Я тебе денег заплачу А вокруг меня явления Только чуть преобразуй Вместо света представления День творения Нарисуй без открытия, Америк Обойдемся как-нибудь Нарисуй мне близкий берег Будет радостней тонуть Будет радостней тонуть Солнца нет, а мне не спится Торопясь, как муравьи Принимают живописцы Предложения мои По подвалам я спитался Все облазил в чердаки Хоть один бы отказался Я б к нему Ученики Такая песня-то не очень понятная Вообще-то Хоть и что-то непонятного Ну ладно, если кто не понял Потом объясним А вообще, знаете, я всегда говорил На своих концертах Вот как поняли, так и правильно Понимаете? Вот и за это держитесь Потому что песня, она сама за себя В общем, говорит А слушатель, он не ошибается никогда Потому что он чувствует там сердце И чем там еще у него Вместо Вот так говорит Черт не знает, куда мы приедем На дорогах На дорогах обвальный разбой Бараконьеры молоденьких ведьм Истребляют одну за другой От того ли, от этого света Тени вдаль разбежались и вши И закрывается ведьмина лето На зимовку в глухой монастырь Нам судьба полной мерой отсыплет Да еще и добавит с плеча Но не гаснет свеча в мотоцикле Как в часовеньке горней свеча А на трассе такая эпоха То и дело подрежут на зло Ты обхвати меня крепче, дуреха Чтобы ветром тебя не снесло Обхвати меня крепче, дуреха Чтобы ветром тебя не снесло Среди гиблой осенней погоды Полтора удивительных дня От сумы, от судьбы и от погони Оторвемся, держись за меня Оторвемся, как хвост от билета На заставе бушующих зим И догоняй свою ведьмина лето Пока в баке не ёкнет бензин Догоняй свою ведьмина лето Пока в баке не ёкнет бензин Черт не знает, куда мы приедем На обгоне такая борьба Браконьеры молоденьких ведьм Запирают во все погреба И скрывают их там под запретом А на воле по ловле оврал А я открыл тебя ведьминым летом И на многие лета украл Я открыл тебя ведьминым летом И на многие лета украл Ну, у этой песенки есть предыстория Такая-то случилась. В 90-м году я получил премию на Всероссийском конкурсе сценариев. И надо было срочно истратить деньги, потому что они каждый день исчезали. И я побежал покупать себе кожный пиджак. И вот в магазине, где продавали таможенный конфискат, я хороший пиджак такой посмотрел, и только вижу, а он пробит с левой стороны под лопаткой. Вот так вот. Крови, правда, там не было. Может быть, это таможенник и щупу пробили. Но я так повесил обратно, ушел. И как бы забыл эту историю. А потом она мне... А, шел мимо того места, где был этот магазин, и вдруг вспомнил. И думаю, а кто бы это купил вообще, такой пиджак? А потом понял, что время было такое как раз... В общем, понятно, это о времени и о людях. Я в секунде-хэнде купил пиджачок, по мне и размер, и модель. Потом обнаружил один пустячок, когда протрезвевший надел, под левой лопаткой прокол спитачок, как в детской копилочке щель. Но сделался мне пиджачок чужачок, родней моих прежних вещей. А вскоре хозяин явился за ним, как будто живой все равно. Давай, говорит, посидим, подымим, помянем меня за дно. Я новый пиджак поносить не успел, случилась такая фигня. Покойник, конечно, местами истолел, но выглядит лучше меня. С тех пор он все чаще наносит визит. Мы с ним никакие утру. Пиджак как полноправно на стуле висит, сам третий на нашем перу. И лезут, и лезут еще пиджаки, кто в дверь, кто в оконный проем. Рокав подымают. Привет, мужики! Им тоже за ворот зальем. Ах, как нас любили до первых смертей, потом разлюбили на раз. Схватили в охапку шматье и детей и знать не желают про нас. А нам в утешенье убойный пиджак, на выход пригодный вполне. Клинок под лопаткой, лапша на ушах и все по доступной цене. Я в сек-энди-хэнди купил пиджачок, по мне и модель, и размер. Мне все объясняют, что я дурачок друг лететь не сумел. А я пиджачок потреплю по плечу. Прекрасный по-моему вид. Я в этой одежке хожу, как хочу. Плевал я, что сердце болит. Из старых песен тоже, из очень старых. Что поделаешь, так устроена наша жизнь на этой земле, что священное слово Родина вечно держит нас в кабале. И от станции, и до станции, как проклятие нашей судьбы, бродят беглыми арестантами Пограничные столбы. И ничего не поделаешь, милая, Призовут, как во все времена. Наша жизнь только кажется мирной, А на самом деле война. Вот как выстроят ротой за ротою Молчаливую грозную рать И отправиться каждый за Родину На чужой стороне умирать. И отправиться каждый за Родину На чужой стороне умирать. Вот и все, и не слез, и не жалобы, И глаза твои станут строги. Нам любить никогда не мешали бы, Но на страже не дремнут столбы. Ты не плачь, коль умру я не вовремя, Прять волос, не откинув со лба. Но за то, что нам всем приготовлено, Поклонись пограничным столбам. Но за то, что нам всем приготовлено, Поклонись пограничным столбам. Так другими зачем-то устроена Наша жизнь на этой земле, Что обломки единственной Родины Мы отыскивать станем в зале. И для города, и для станции Даже некому делать гробы. И одни на планете Останутся пограничные столбы. И одни на планете Останутся пограничные столбы. Сейчас в противовес На близкую тему Другую песню. Если извините, Я, может быть, иногда Сбиваюсь. Это либо хорошо забытый текст, Либо слишком новый. В двух случаях. Так что прошу прощения. Я все-таки не артист. Природа ждать не станет, Ты не переживай. Сначала снег растает, Потом настанет май. Потом гроза начнется, И кончится гроза. И звезды из колодца Вернутся в небеса. И снова там зажгутся, Как будто в первый раз. И все смотреть сойдутся, Не опуская глаз. И в темноте по звездам Начнут искать пути. И те, кому не поздно, Поймут, куда бедти. Торить, какие тропы, В каких морях мерять, Какие гороскопы Стереть и осмеять. Какие карты править, На чем поставить крест. Куда штурвал направить, На Ост или на Вест. В какие передряги Влететь наверняка. С кем из походной фляги Отпить по два глотка. С кем радоваться вместе, С кем пережить войну. Кому доверить песню, Россию и весну. Весна нас не оставит, И не оставит в мае. Сначала все растает, Как хочешь, понимай. Потом гроза начнется, Кончится гроза. А что кому зачтется, Вперед сказать нельзя. Ну, сейчас что-нибудь повеселее, Конечно, надо. Так. На мифологическую тему. Вот это античные мифологии Орфея и Эвредика. Ну, понятно, Это, я думаю, все знают. Орфей потерял свою жену Эвредику, Пошел за ней в подземное царство, Пытался ее оттуда вывезти, У него ничего не получилось. Ну, вот такая штука. В общем, надо осторожнее С женами обращаться. Котелком головы Ничего не варя, Абсолютно не вяжущий лыбка. Он очнулся 10 января И спросил ты, где Эвредика? Это как это так, Эвредики нет, И хитона ее, И туники нет. Он сперва подумал, Что это бред, Был он телом ее И душой согрет, И представить не мог После стольких лет, Что она такой фокус выкинет. И, конечно, Расстроился дико Эвредика. На него, как на Бога, Смотрел народ, Весновались фанаты неистова, Раскупая билеты За год вперед На концерты Орфея Фракийского Все призы завоеваны, Все венки, Но она самый главный трофей его. Без нее пропадет он в тисках тоски, Без нее разорвут его на куски. Он потер себе уши, Потер виски. Где же ты, Эвредика Орфеева? И земля застонала от крика Эвредика. Тут услышал Орфей, Вот так кто говорит, И кончай на стенку Просаться. Эвредику твою Пригласил Аид Отдохнуть В подземное царство. А у Аида В царстве такая тьма, Там такие провалы и ямы, Там дымят вулканы, Гремят грома, Там такого не творится, Сойдешь с ума. А она в эту пропасть пошла сама, Пока ты тут валялся пьяный. В общем, твой вариант без протыка, Эвредика. И вскочил Орфей Весь огнем горя, Чтобы в царстве Аидовом выступить. Он настроил кефару свою ноля, Свою душу настроил на исповедь. И когда Харон подогдал паром, Вот рванул туда, Первый не в очередь, Удержать не смогли, Ебов, петером, Кого лобким он двинул, Кого бедром, Накренил паром, Чуть не кверху дном, И при этом пел, Так что мочи нет, Задрогаясь от нервного тика. Эвредика. А когда Харон пересек Ахерон, И Орфей прибыл в царство Аидова, Говорили потом, Что таких похорон Ни один из смертных не видывал. Был Орфей велик и прославлен днесь, Заодно с эпохой великою. Успокойтесь певцы и уймите спесь, Вам таком успеха не приобресть. Ну а те, у кого Эвредика есть, Дорожите своей Эвредикою, Уведут и попробуй, Найди-ка Эвредика. Это песенка. Это эпизод из истории Французской литературы XIX века. Действующие лица Известная билетристка Жорж Санд, Девичество Аврора Дюпен, И известный филолог, поэт, Писатель Проспер Мериме. Случай подлинный, Зафиксированный в мемуарах Один из очередных светских скандалов. Говорил Жорж Санд, Мериме, Я в Париже, как будто в тюрьме, От бесчувственных грубых невежд. Уведите меня, увлеките меня, Извлеките меня из одежды На предмет моих пылких надежд. Не подумал Проспер Мериме, Что рискует своим реноме, И на тело коварный Жорж Санд, Подавая примерный лучших манер, Он набросился, как диверсант, Как сошедший с ума диверсант. То ли выбегся он и устал, То ли в прошлой ночь не доспал, Что бы ни было, бедный Проспер, Напрягая, как мог, своих нервов комок, В данном случае и не преуспел. К сожалению, не преуспел. Неудачи бывают у всех, Ни к чему саркастический смех. Никогда по-французской шаме Не топчите ногой ни одной, ни другой, Не устроивших вас, Мериме, Ни повинных ни в чем, Мериме. Взбудоражен салонный Париж, Мериме уронил свой престиж, Безусловно, развязка не та, Ведь Аврора Дюпен предлагает не всем, И должна быть достойно взята, Максимально эффектно взята. Нет, конечно, Мсе, Мериме, Не откажешь в изящном уме На избраннику женщин и мус, Кто, по мнению всех, обречен на успех Неприличен подобный конфуз, Так диктует общественный вкус. Ах, как много соблазнов вокруг, Берегись, мой неведомый друг, Не ведись на случайную блажь, Провоцируя ажиотаж, А спокойно по морю плыви, Поверяй свой курс по любви. Вот тогда, Мона, Мериме, Да пребудет с тобой при погоде любой Ветер в парус и флаг на корме, Пожелайте того же и мне. Так, ну, хороший романс про любовь. Не стал диссидентом, не сделался метром, Не выиграл битву, не выстроил храм, Гонимая северо-западным ветром, Консервная банка гремит под ворам. Кончаются праздники, ночь миновала, Не то в озаренье, не то в охмелю, И тут оказалось в конце карнавала, И тут оказалось в конце карнавала, Что я эту женщину очень люблю. За редкие встречи, случайные вести, За море ошибок немыслимых впредь, За те города, где мы были не вместе, За все остальные куда не успеть. За то, что судьба подчиняется ритму Капризных планет и неясных светил, Не выстроил храм и не выиграл битву, Не выстроил храм и не выиграл битву, А жаль, я бы все это ей посвятил. Консервная банка земли, не касаясь, Летит в поднебесье, гремя и трубя, Целует на площади юных красавец, И я в переулке целую тебя. Мы, кажется, смертны, но ты не печалься, Натянется крепче тончайшая нить, И сердце мое разорвется от счастья, И сердце мое разорвется от счастья, И я не успею тебя разлюбить, И я не успею тебя разлюбить. Вообще, я не люблю исполнять этот романс. По понятной вам причине. Так. Ну что, роковой романс, может быть, тогда? Или не надо? Ну, сейчас, а? Почему романс? Чему характерен? Да ничего не характерен. Я так называю. Роковой романс для... Для... Этого, как, господи... Для ресторана с оркестром. Сейчас. Ой, я не помню. Сейчас. Как у мамки-маркетантки, Две девчонки, две поганки, Убегали на гулянки мест без разбору, без ума. А третья дочка-одиночка Отказала всем и точка, Словно ключик от замочка В речку бросила сама. Только рассмеялась И одна осталась. Ни невеста, ни жена В одиночестве жила. Сколько сваталась народу, Она пренебрегла. Вышло так. Рихой поручик Подобрал к замочку ключик. Тело бедно измучил, Душу чистую смутил, Заманил, запутал в сети, Заслонил ей все на свете. И однажды на рассвете, Не простившись, укатил, Где-то закрутился И не возвратился. Ни вдова, ни жена, Ни мертва, ни жива, Все зовет его обратно. А в ответ ей тишина Не проходят годы длятся, Мать тиранит, Сестры злятся. Надо замуж подаваться, Позабыв, кому дала, Все сначала начиная, И хлопот не причиняя. А то ходишь, как чумная, Ты через угол из угона. С твоей красотой не бывать святою, Путь попроще вроде нас, И живей безвыкрутас, А устроишься за мужем, И с подбужа можно в пляс. Что поделать? Жизнь пропала, Вышла замуж, как попала, У окна сидит устала, Понапрасну слез не льет, Что-то шепчет, вышивая, Не противясь, не желая, Словно кукла неживая, Без любви со мной живет. Ночью к ней подвинусь, Терпит, как повинность. Не моя она жена, Все к нему и кваждена, А ему она и даром Оказалась не нужна. Ты возьми ее, поручик, Подари солнцу лучик, Обними ее, голубчик, Спой ей, баюшки, пою, Пусть она свое получит, Пусть судьба ее не мучит, Укради ее, поручик, Я потом тебя убью. Плачу, проклинаю, А за что не знаю, Ненаглядную мою Проклинаю и люблю, И ни в чем не упрекаю, Разве только ухмелю. Как у мамки-маркетантки, Две девчонки-полигамки, Убегали на гулянки Без разбору, без ума, А третья дочка-одиночка Скрылась замужем и точка, А кругом глухая ночка, Да холодная зима. Дай ей Бог проснуться, И к любви вернуться. Все, спасибо. Если Бога больше нет, То я бы хотел поблагодарить вас. А ныне отпущаешься? А, ныне отпущаешься? Ладно, сейчас попробую. Извините, редко наступаю, Поэтому, ну да. Церкви Богородицы мерцают окно, Поют, не торопятся, как заведено, Голосок тончайший, чуть слышно его, Ныне отпущаешь в раба твоего. Обморочно и тесно лить и в свечном огне, Спрашивать неуместно, знаю, что обо мне. Давно уже убывают сверстники и друзья, Этих отпевают, этих нельзя. Вот проступают фрески, С плесками синевые, Краски на них не резки, Но все же еще на вы. Сны мои воплощающие В стиль арну вон, Ныне отпущаешься Раба твоего. Что это со мной было? Плыл, кочевал, Тратил столько пыла, Падал и ночевал, Любил проходить пешим Старинные города. Случалось, бывало, успешно, По мелочам иногда. Затягивались каникулы, Откладывались дела, А жизнь, как бы ни было, Такою была. Многообещающий, Да что из того? Ныне отпущаешь и Раба твоего. Классическая триада, Сын, дерево, дом. Я выполнил все, что надо, Надеюсь, зачтется потом. Вот дом стоит, пропадает, Сад в конец одичал, Сын давно обитает, Где-то у англичан. Ах, да мастроя плюстители, На волю досудного дня, Грехи мои отпустите, Пусть догоняют меня. Кончена служба, Пустел храм, А я иду, слушаю, Разносятся по дворам, Голос окружающим Не слышно его. Ныне отпущаешь и Раба твоего. Ныне отпущаешь и Раба твоего. В штанах без подтяжек И пуговец, Ломая хребтом кирпичи, Илья Боисеевич, Буромец, Валянца на русской печи, Погоды стояли осенние, И что-то играло внутри, И не было в жизни везения, И было ему тридцать три. Он с молоду, глядя на бедствие, Ручонками неба рожил, Подзначали его безответственно, И он соответственно жил. И ножки не знали хождения, И глазки моргали едва. Неясного происхождения Варила одна голова, А правда пробурнее вымысла Тропинчикой в поле бежит. Там что-то серьезное выросло, Качаясь, как пьяный мужик. От смерти доволенной и веселой Аж пена бежит по усам. То сами кого-то повесили, То кто-то повесился сам. Как в день Николая Угодника Сгорело шестнадцать дворов, Так стало Илье неудобненько, Что он вроде жив и здоров. И русская печка наскучила, И русская вошву в бороде, И русская совесть замучила, А может он встал по нужде. Кто тихо сбирался ко всеночной, Кто дома от водки болтел, Поднялся Илья Моисеевич, И землю кругом оглядел. Душа разгорелась бунтарская, Шутя размахнулась плеча, И рухнула иго татарская, И рухнуло что-то еще. Эпоха окончилась тяжкая, И спас нашу русскую жизнь. Не бог, не дружина варяжская, А местный простой богатырь, Он вывел страдальцев и мучениц На новый невиданный курс. Илья Моисеевич Муромец, Российский Христос и Весурс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ягодка-рябинка запоздалая Светит, как кролинка яркалая Птица-голубица повела крылом Что кому приснится, после разберем После, 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 после разберем Что кому приснится, после разберем Птицы-голубицы, легкий след просты Нет моей убийцы, я ее простил Ягодку склевала, пела визави Счастье побывало, больше не зови Больше, 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 больше не зови Счастье побывало, больше не зови Навалилась нехоть, неохота жить Некуда мне ехать, незачем грешить Не звенит звоночек под дугой коня Нет ни дней, ни ночек, больше у меня Нету, 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 нету у меня Нет ни дней, ни ночек, больше у меня Ягодки, грябинки нету ни одной Проводы, поминки празднуйте со мной Бтица-голубица повела крылом За кого молиться, после разберем После, 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 после разберем За кого молиться, после разберем Спасибо 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 Спасибо